Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Лента в студии Вероника Климова. Коротко об основных темах выпуска сегодня. Дань памяти жертвам политических репрессий отдали в Артеме. Вместе сделаем город чище. В Артеме провели субботник. Мой спорт. Новым спортивным приложением теперь можно пользоваться и в Приморье. За прошедшие сутки в Приморье установлен новый антирекорд по заболевшим. Число лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции составило 356, что на треть больше, чем в третью волну эпидемии. На больничных койках вновь выросло количество тяжелобольных. Врачи призывают не заниматься самолечением и при выявлении даже незначительных симптомов как можно оперативнее обращаться за помощью к специалистам, а также не игнорировать единственный способ побороть опасное заболевание – вакцинацию. По данным Краевого оперативного штаба, на утро понедельника 8 ноября коронавирусом заболели еще 356 человек. Всего с начала эпидемии 78 805 приморцев. За прошедшие сутки не справились с заболеванием 4 человека. Вновь выросло количество тяжелых случаев протекания инфекции. Таких пациентов в госпиталях Приморья сегодня 480. Пятая часть из них находится на аппаратах искусственной вентиляции легких. Напомним, по словам министра здравоохранения Приморья Анастасии Худченко, тяжелое протекание инфекции зачастую связано с поздним обращением в профильные медицинские учреждения и самолечением больных. «Призываем приморцев при появлении первых симптомов простуды, даже самых легких, обращаться к врачу. Особенно это касается граждан старшего возраста», отметила Анастасия Худченко. Добавим, специалисты также отмечают, что помочь справиться с ситуацией могут только строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и вакцинация. На сегодняшний день открыты более 200 прививочных пунктов по всему краю. К рекомендациям врачей сегодня прислушались и вакцинировались от коронавируса 576 261 приморец. Дорожники Артемовского городского округа находятся в режиме повышенной готовности из-за надвигающегося циклона. В случае необходимости дорожная служба будет ликвидировать последствия непогоды круглосуточно. Как сообщили в МКУ Управление благоустройства города Артема, подготовлена техника, предназначенная для уборки дорог и тротуаров от снега и льда. Это фронтальный погрузчик, 3 грейдера, 5 тракторов, 7 единиц комбинированных дорожных машин, 5 самосвалов, щетка для прометания улиц. Также для зимнего содержания дорожно-уличной сети Артемовского городского округа Управлением благоустройства заготовлены и инертные материалы. Напомним, что по данным Приморского ОГМС во второй половине дня 8 ноября и ночью 9 ноября ожидаются сильные осадки, преимущественно в виде дождя с количеством до 50 мм, усиление ветра до 15-20 м в секунду. В случае внештатных ситуаций необходимо обращаться по телефону 112 и единая диспетчерская служба 4-25-39. Просим жителей Артемовского городского округа в период прохождения осадков быть максимально осторожными и по возможности оставаться дома. Ежегодно 30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий, от которых пострадали более 10 миллионов человек. Официально во всех городах нашей страны собираются люди, чтобы почтить память безвинно ушедших людей. Митинг памяти прошел и в Артеме. Для артемовцев этот день имеет особый смысл. В 30-е и 40-е годы на территории города были расположены 5 лагерей, в которых находились раскулаченные военнопленные граждане. 203 артемовца безвинно погибли в годы репрессии. Сегодня в Артеме проживают дети и внуки тех, чьи родные подверглись репрессиям. Время неумолимо идет вперед. Проходят и уходят поколения. Одни исторические события сменяются другими. Но среди них есть такие, о которых необходимо помнить всегда. Как бы далеко они не стояли от наших дней. Я точно знаю, что в тех семьях, в которых коснулась эта беда и 40 лет, и 50 лет назад, эта дата все равно отмечалась, люди вспоминались. Потому что как нельзя забыть своих родственников, своих родных, близких, те события, которые коснулись миллионов наших семей. И действительно, в городе Артеме сегодня проживают 300 семей, чуть даже больше 300 семей, которые не понаслышке знают, что такое политические репрессии. Мы много сейчас говорим о том, что нельзя забыть историю, что нельзя допустить того, чтобы переписывалась история Великой Отечественной войны. Но мы должны говорить о том, что нельзя переписать и историю репрессий. И пока живы вы, пока жива память о тех событиях, я уверена, что мы будем хранить эту память, передавать ее нашему подрастающему молодому поколению. И все вместе никогда не допустим, чтобы те страшные события повторились вновь. Прошло уже 30 лет, как День памяти жертв политических репрессий появился в календаре памятных дат. День скорби о миллионах искалеченных судеб, о тех, кто был расстрелян без суда и следствия, о тех, кто долгие годы томился в лагерях, о нескольких поколениях, выросших под гнетом клема «Враг народа». Но наш народ сохранил силу духа и веру и выставил в годы Великой Отечественной войны и в тяжелое послевоенное время. Наш долг сегодня не забывать о тех трагических сторонах истории нашей страны. Никто, кроме нас самих, не сможет сохранить историческую память и не передаст ее новым поколениям. Выражаю искренние слова сочувствия всем, кто познал эту боль, горечь политических репрессий. Желаю пережившим эти страшные годы крепкого здоровья, долголетия, вечной память тем, кто не с нами и чья жизнь оборвалась в то неспокойное время. Что я хочу сказать в этот день словами нашего великого поэта Роберта Рождественского. «Люди, покуда сердца стучатся, помните, песню свою отправляя в полет, помните, детям своим расскажите о них, помните, детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили». Во все времена бессмертной земли помните, а помните, чтобы извлечь уроки из истории, из страшных страниц, истории нашей страны. Вот об этом я хочу просить всех. «У всех есть внуки, правнуки. Пожалуйста, рассказывайте, потому что время действительно идет, и эти события меркнут. И чтобы они не ушли в небытие, прошу, рассказывайте всем. Пожалуйста». Жертвам репрессий с открытой душой провозгласите вечный покой, свечи поставьте, колени преклоните, память о них навсегда сохраните. В память о миллионах репрессированных в 30-е и 50-е годы прошлого столетия объявляется минута молчания. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и признану и во веки веков. Аминь. Преосвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наши. Святый, посети и цели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Звучит музыка. Чистый город начинается с тебя. Вызывающее поведение и безответственное отношение некоторых людей к правилам утилизации мусора вызывает тот плачевный результат, который можно наблюдать. Проходя мимо квартирных домов или завернув за угол ближайших гаражей, некоторые совсем не замечают степень загрязнения окружающей среды. К сожалению, тема актуальная и животрепещущая, которую решать нужно не только на уровне властей, но и на своем уровне. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Порядка 30 предпринимателей Артема совместно с сотрудниками администрации провели субботник в детском парке. Общими усилиями очистили территорию рядом с детской площадкой от мусора и листвы. После проведенных работ представители бизнеса обсудили вопросы необходимости участия в переписи населения, введения QR-кодов и иные нововведения и ограничения, связанные с предотвращением новой коронавирусной инфекции. Также исполняющая обязанности главы округа Виктория Варкова поблагодарила участников субботника за активную деятельность и отметила, что такими небольшими, но правильными делами вместе мы делаем город лучшим. Верника Климова, Денис Надельный, Егор Тузов, Даная Михайлова, Городские новости, телеканал Лента. В день празднования Народного единства для жителей состоялся онлайн-гала-концерт «Хоровод дружбы» в онлайн-формате без зрителей в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой. Также во время концертной программы состоялось торжественное вручение паспортов гражданина России молодым артемовцам. Подробности смотрите далее. Празднование Дня Народного единства прошло в Артеме в онлайн-формате. В связи с эпидемиологической обстановкой концертная программа состоялась без участия зрителей. Во время концертной программы прошло торжественное вручение паспортов гражданина России молодым артемовцам. Местные артисты также порадовали танцами и песнями разных народностей. Театр моды представил подиум «Русская коллекция». Хореографический ансамбль немецкой автономии Приморского края исполнил танцы. Напомним, что в связи с ухудшением эпид-обстановки в регионе ужесточен санитарно-эпидемиологические меры. Санитарно-эпидемиологические меры Субтитры подогнал «Симон» 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 Приложение «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон»